Масленицы Не давали даже минуту устоять на месте Радовали гостей танцевальные коллективы И фольклорные ансамбли И какая же Масленица без блинов Их аромат разносился по всей площади Кстати, раньше этот праздник Назывался блиница или объедуха А сам блин символизирует солнце Угощали гостей прямо с пылу с жару На огромной чугунной сковородке Диаметром 1 метр и блины получались большими Рядом начинка на любой вкус Он очень вкусный И то, что на огне придает ему Какое-то особое настроение Естся по-другому Главное лакомство на празднике Можно было не только попробовать Но и приготовить своими руками Вот и глава Ленинского района Валерий Венцель Надел фартук и за пару минут Благодаря фирменному рецепту Испек румяный блин А чтобы поздравить всех жителей с Масленицей Валерий Николаевич поднялся на сцену Мы сегодня отмечаем окончание зимы Встречая весну Мы всегда встречаем ее с надеждой С надеждой на обновление На радость С надеждой на то, что впереди у нас много хорошего Многого доброго Активные, смелые и азартные участники праздника Получили подарки из рук главы муниципалитета Воспитатель детского сада «Ласточка» Галина Сайгина Победитель необычного конкурса Ее маслюна признана самой креативной На большой выставке таких кукол По признанию Галины, кропотливая работа заняла целый месяц И это совместное творчество Детей и взрослых Красотка наша создавалась не сразу Потому что было очень много задумок Но мы ее решили сделать Вот именно воплотить в ней и зиму, и весну Дети помогали в создании даже образа Потому что даже эти две косы Это задумка детей Что белая коса – это зима А более желтая коса – это весна Дальше мы отправились на масленицу в Тимохово-Саласкино Открывшаяся полгода назад после реконструкции Усадьба стала излюбленным местом отдыха видновчан Многолюдно здесь и на праздники Дети и взрослые водили хороводы А числа желающих принять участие в зажигательных боях с подушками И не сосчитать В мастерских можно было научиться разным народным промыслам Алексей Ветров, например, сделал миниатюрное чучело-масленицы Это его первая хендмейд-игрушка И творить оказалось легко и весело Сначала назад ниточку посередине Одел ткань, тоже ниточкой привязал Потом платочек на резинку одел И потом вот сейчас хочу ленточкой зарезать и пояс Все А сколько времени у тебя ушло? Не знаю, примерно минут две Но поделку Алексея не постигнет обычная участь чучела Она не будет сожжена Мальчик оставит ее на память Так наверняка в памяти у всех гостей праздника Сохранится и невероятная, почти сказочная атмосфера Масленица, я считаю, очень знаковый праздник Мы провожаем зиму, встречаем весну с нетерпением Это народное гуляние, объединение людей Чувствовался дух единения и на Масленице в сквере Сосенки Здесь собрались жители близлежащих домов А особую атмосферу помогали создавать клоун Алекс И представители территориального совета молодежи «Завидное» И дети, и взрослые кружились в танцах Участвовали в разных конкурсах И самым зажигательным стал забег со сковородками А вновь наигравшись, можно было тут же подкрепиться Конечно, блинами Семья Гуреевых пришла на праздник с двумя детьми И под впечатлением остались все Очень весело, очень праздничное, очень масляно, очень блинно Нам все очень нравится Мы все счастливы, довольны И хотим еще продолжение праздника Продолжением праздника, или точнее его кульминацией Стало сжигание чучела, олицетворяющего зиму Встречаем весну! Ура! Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ